Ну, расследование, затянувшееся с этим Боингом, ну, очень точно сказал Жириновский, поэтому здесь другого мнения быть не может. Подобного рода был случай, когда взорвался в Армавире вагон с возвращаткой. Он должен был взорваться на три минуты позже, потому что там стоял нефтеперерабатывающий завод и нефтехранилищ очень много. Если бы он взорвался еще, и так-то там получилось, что 400 человек погибло. А если бы он чуть позже взорвался, то там погибло гораздо больше людей. И была бы катастрофа серьезнее. Здесь, да, действительно, его там подбили, а если бы чуть позже его сбили, он бы уже упал на нашу территорию. Это сказал Жириновский. Это все очень правильно. А то, что его сбили не наши, это очевидно. А то, что это все мракобесие киевское, ну, меня удивляет, как люди еще там не могут, сами люди, разобраться с этим. Я понимаю, что их заблокировали информативно вообще от всего, потому что у меня много, например, музыкантов оттуда из Донецка, из Луганска. Они, причем они даже были ориентированы сначала совсем наоборот. Потом потихоньку они как-то инерция еще у людей. А тут идут уже действия. Ну, как если действительно бомбят жилые кварталы? Ну, это же ужасно. Если бьют без прицела, так а-ля, ударил и ударил. Тут ужасно вести. Нет, я у меня татастрофа. Я каждый раз это все смотрю. А сейчас не хотят, вот сейчас я только что от телевизора, не хотят пускать на наши вот этот вот 300 КамАЗов. Не хотят буквально. Причем одни пускают. Эти главные, это как они, Арсенюк, да? Нет, Арсений Яценюк, да? Они пускают Аваков. И все. Какой имеет право Аваков что-то не пускать? Когда уже договорились на уровне правительства, что да, помощь, гуманитарный коридор, все. И сейчас их хотят не пускать, перегружать там что-то 300 машин. 50 километров занимают они. КамАЗов. КамАЗов.